что нужно делать чтобы она поднималась обратно вверх я уже видео своих рассказывал кто часто смотрит наше видео то часто наше видео смотрит уже знает как правильно при продымать грудь но именно технику исполнения чтобы муж включил это видео для своей жены и мог все это повторить как и говорил ранее для того чтобы грудь приподнималась нужно стимулировать кожу вокруг молочной железы вот это все нужно темно пить розовенькая появляется красненько сама молочная железа не стимулируется но все пространство вокруг молочной железы мы такими спиралевидными элементами снизу поднимаем грудь там где зубчиковые мышцы по ребрам до секунд может быть здесь прорабатывать вокруг 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 все это очень интенсивно глубоко включаем там где большая грудная мышца проработку в общем движение вокруг вокруг молочной железы вот так сюда сюда и точно так же здесь ничего сложного нету не очень часто люди приходят и говорят что у них вот стоячая работа да и усталость на ногах и как с этим бороться естественно что мы рассказываем что это нужно приходить вечером домой ноги на возвышенность ставить по возможности это без использования массажа каким образом можем от этого избежать и кем можем можем образом этого от этого отойти использовать контрастный душ когда от разницы температур получается мы убираем отечность обратно же и и естественно массажем особенности проведения массажа в данной ситуации нам нужно делать больше лимфодренажа к больше таких выжимных движений больше таких выжимных элементов не не быстрых причем как с внутренней поверхности так и с внешней поверхности икроножной икроножных мышц также нам нужно хорошенечко разминать голеностопный сустав на фоне того что в голеностопном суставе большое количество связок большое количество мышц мелких которые удерживают стабильность нашего собственного всего тела отсюда эти связки и мышцы очень сильно устают поэтому очень часто бывает такое что они просто очень сильно болят они очень сильно чекают бывают хватают судороги это же один из таких моментов что часто приходит и спрашивают вот у меня хватает судороги на ногах чем это может быть связано это связано ли с тем что в организме не хватает каких-то элементов в основной своей массе это не связано с тем что не хватает элемент просто проще всего пойти в аптеку взять какие-то игры элементы микроэлементы там не за какие-то таблетки волшебные там с каким-то магнием каким-нибудь цинком и что нибудь такой попить и нам должно быть легче но здесь ситуация немножечко другая здесь ситуация в том что не хватает подвижности в частности в голеностопном суставе поскольку один из одно из больших на скрепление тахилова сухожилия вот оно довольно большое из-за того что у него не хватает эластичности но ты у нас она может очень сильно сокращаться это может быть из-за чего человек хоть будет ходить на каблуках по возможности чаще это касается женщин у нас при этом поднимается нога стопа поднимается вверх у нас центр тяжести тела переносится вот сюда вот на на пальцы в основном и у нас здесь вот идет сокращение или насとう и краножные мышцы до этой берега нужно мышцы ахиллова сухожилия потом впоследствии у нас здесь сократилось и хило сухожилию здесь начинает сокращаться мышца здесь теряется подвижность мышцы и является эластичность самой мышцы когда мы одеваем ровную поверхность и любую ровное утон roughly dobrdit амп просто перебиваемся даже в тапке у нас нога выпрямляется и вот на фоне того что мы целый день проходили на на сокращенной мышцы а нас вы здесь и не хватает просто растяжки и она начинает очень сильно спазмироваться в основной своей массе бывает также такая ситуация что человек ходит у него так вот заваливается вон вы делаете нас ажи вал а